О чем молчат рекомендации О чем молчат рекомендации О чем молчат рекомендации О чем молчат рекомендации Мы сегодня видели солнце, несмотря на то, что был снегопад. Понятно, мы сегодня, наверное, полагаем, что нам как раз Антон Владимирович, как солнце, прольет экспертизу, несмотря на то, что он не экспер... Прольет, прольет экспертизу, пролил экспертизу, пролит воду на экспертизу, так сказать, отнюдь нет. Экспертиза прольет свет, как солнце. Прольет свет на эту самую экспертизу, для того, чтобы мы поговорили о том, все-таки, что такое витамин D и нужен ли он. Вот можно в первый вброс, мы с вами видим то, что ведет, я надеюсь, наши глубоко уважаемые зрители. И витамины на самом деле будоражат нашу жизнь уже очень давно. Это публикация 2006 года. И название этой статьи «Антиоксиданты и гормоны в рамках антиэйджинговой терапии». Ну, это модная такая тема. Вы знаете, кстати, что сейчас действительно есть курсы антиэйджинга и, соответственно, врачи антиэйджингисты. Ну, это, знаете, есть врачи без границ, а это врачи без предела. Ну, тем не менее, смотрите, в рамках вот этого витаминных подходов, да, мы с вами видим, что, в общем, вот в 2006 году было очень мало каких-то однозначных моментов, имеющих отношение к тому, что что-то позитивное делают витамины. Помните историю с витамином Е? Его активно при шимической болезни сердца пытались использовать. Я историю витамина Е не только хорошо помню, я сегодня вот буквально два часа назад читал студентам нашим, там, семинар проводил по доказательной медицине, я им как раз приводил пример с витамином Е, который одно время как антиоксиданты очень пытались активно использовать при хронической обструктивной болезни легких, то есть у курящих пациентов для профилактики рака легкого. То есть считали, что вот антиоксидант витамин Е, он, там, что-то такое делает с перекосновением липидов. Если мне память не изменяет сочетание с витамином А. С витамином А, да, совершенно верно. Но в основном там первой скрипкой был витамин Е. В общем, в итоге, когда провели клиническое исследование, выяснилось, что он не только не помогает, он еще чучку вредит, потому что там не очень достоверно, но в группе витамина Е риск рака легкого даже немножко увеличивался. Ну вот из чего мы говорим, ну а теперь придумывайте новую теорию, что витамин Е защищает раковые клетки лучше, чем свои собственные. Ну, Дмитрий Александрович тут предложил идею, что есть врачи антиэйджингисты, которые назначают витамины. А мне кажется, что еще существует категория, ну может быть немножко группы, но врачи-пофигисты, которые говорят, ну попейте, пожалуйста, что-нибудь. Можно мне вам что-нибудь? Ну вот возьмите, пожалуйста, витамины. На самом деле, да, в каком-то смысле, что если пациент очень хочет, мы не будем ему мешать. Но в конце концов, да, почему бы витамины не попринимать, особенно когда пациенту уже кто-то назначил витамин, но в конце концов, не надо же нам всегда лезть. Ну вот, например, в отношении каротиноидов довольно интересная история повышения общей смертности, сердечно-сосудистой смертности, особенно в высоких дозах. Это как раз первая тема, которая сразу как-то так начала напрягать, и этой теме очень-очень много лет. А если мы пойдем с вами дальше, то посмотрим, что следующая история, которая имеет отношение уже скорее к гормонам. Мы здесь видим тестостерон, сейчас, кстати, всплеск идеи, что надо измерять всем тестостерон, принимать, так сказать, стимуляторы, смотреть, как это… И вы с этим сталкивались уже? Ну, с тестостероном все достаточно ясно и понятно. Ну, вернее, почему такой всплеск? Я довольно давно еще работал немножко с урологами на эту тему. И когда они говорили, а вот там давайте вот тестостерон… Я говорю, подождите, ребята, вот данные по сердечно-сосудистой безопасности тестостерона, они очень неоднозначны. И вот 10 лет прошло в этой неоднозначности. Летом завершился исследование «Траверс» в июне 2023 года, где было показано, что, во всяком случае, тестостероновая заместительная терапия не ухудшает, не увеличивает сердечно-сосудистые риски. В данном случае вот был снят этот блокиратор, вот, то есть теперь вот будут, конечно, резвиться с тестостероном, потому что вроде бы, говорит, хуже не делает. Да, а что вы скажете по поводу назначения тестостерона женщинам для профилактики онкологических заболеваний? Это вообще такой модный достаточно тренд. Я не знаю, насколько он вообще в рамках рекомендаций стандартов, но такие пациенты появляются. Это и менопаузальный период, когда у женщины уже близка менопауза. Я еще раз говорю, я не разговаривал со специалистами, но пациенты, которые рассказывали и объясняли, почему им назначили, говорили со ссылкой на неких врачей, которых я тоже не могу точно процитировать, что когда опухоль думает, что организм – это женщина, мы ее обманываем. Много тестостерона – это мужчина, и рак, например, молочной железы не возникает. Как вы насчет вот обмана такого, знаете, разными гормонами, поступающими из неорганизма? Нет, ну это частное мнение совершенно конкретных, мягко говоря, в кавычках, экспертов, и мы их даже знаем. Потому что кто тестостеронит все человечество, там не глядя на мальчик-девочку, это мы знаем. Но вы это не поддерживаете? Нет, это совершенно авторское предупреждение. Несмотря на то, что тестостерон сам по себе вроде бы как не вредит. Но вот таким образом непонятно, вредит он или нет, если он назначается не очень по делу. И посмотрите, пожалуйста, витамин D, вот в 2006 году такая позиция, с которой, может быть, как-то все и начиналось, может повышать мышечную силу. Классно, а может не повышать? Ну, конечно, да. Но на самом деле, если надо кому-то эту мышечную силу повысить, назначить витамин D, это неплохо. Надо записать витамин D в допинг, срочно. На самом деле, мы же с вами прекрасно понимаем, что вот этот шквал всеобщего назначения витамина D отнюдь не связан с тем, что он повышает мышечную силу. Ну вот, например, давайте посмотрим, очень много ссылок, публикаций, существует разное количество схем, и мы с вами видим классические и неклассические эффекты. И вот, Антон Владимирович, я знаю, что вы человек, который написал не одну монографию по артериальной гипертензии, да, мы с вами видим, что… По артериальной гипертензии одну, там всякие маленькие глаза. Ну хорошо, одну по артериальной гипертензии, а в другом большом количестве монографии вы просто писали про гипертонию все равно. Так вот, даже гипотензивный эффект, то есть вот так вот посмотрев на это все, наверное, у вас должно сложиться впечатление, вот это вот все мне нужно. Я хочу, чтобы у меня был нормальный обмен кальция, синтезировался парад гормон, я хочу, чтобы, так сказать, да, у меня не умирали клетки досрочно, не впадали в спячку, не занимался апофтос. Вот антибактериальный эффект, защита от инфекций, противовоспалительный эффект, нормогликемический эффект, я не хочу, чтобы у меня был диабет, сжигание жира, липолитический эффект и гипотензивный. Вот как вы считаете, как устоять против вот такого вброса, когда мы видим такую схему и понимаем, что вот, ну все, на витамине Д просто замкнуто, абсолютно все. И как вообще относиться к подобной роды схемам? Мне кажется, с осторожностью каждый раз, когда какое-то одно действующее вещество имеет массу заявленных эффектов в разных областях, то возникает вопрос, не обманывают ли нас слегка. Но тем не менее мы прекрасно. Либо же это вещество должно быть ингибитором натрия-глюкозного контрраспортера второго типа. Антон Владимирович, давайте мы с вами встретимся еще через 5-7 лет и обсудим уже и эту терапию. Не сомневаюсь, что будет гораздо больше разных мнений. Если мы говорим с вами о применении витамина Д, конечно же все борются за перспективные эффекты терапии от витамином Д. Я, кстати говоря, встречала огромное количество молодых дам, которые используют витамин Д в качестве препарата для снижения веса. То есть странная история, на самом деле, мне кажется, тоже какие-то перепевки на тему того, что появилось в рекомендациях у эндокринологов по ожирению, что у пациентов с ожирением в связи со сниженной биодоступностью надо изучать уровень 25 у HD. Но нигде, да, мы с вами специально изучали, в рекомендациях не написано, что если ты будешь принимать витамин Д, ты похудеешь. Вот это очень странная история. Нет, там немножко другой посыл. Если ты не будешь принимать витамин Д, а у тебя ты не похудеешь, что бы ты ни делал. Тоже не очень понятно. Нет, ну со снижением веса там вообще все прекрасно. Мне кажется, если пациент говорит, что вот я принимаю вот препарат Н, вещество Н, и я на нем худею, то вот тут надо замереть и прямо вот... Продолжать, да? Да, потому что вчера у меня была пациентка, которая вот это был классический такой дискуссии по поводу первичной профилактики. Там вот я не хочу гипотензивный, я не хочу статины, но вот я себе назначила, значит, семаглутит, и я себе еще назначила метформин, и вот я на нем худею. Ну знаете, на метформине, честно говоря, худели только в учебниках моей молодости. Вот тогда была такая идея, но нет, говорит, вот я на нем худею. Что я буду бороться с 500 миллиграммами метформина, если пациентка на нем худеет? Я тоже помню эти первые публикации, потому что метформин был в моей кандидатской диссертации и работа над летобзором. Я видел вот эти данные, но, по-моему, там вот это влияние на массу тела ограничилось там двумя-тремя килограммами. Ну, 2-3 килограмма – это тоже дело. Я согласен, для кого-то это, так сказать, непредадимое. Что не день 100 грамм, что не день 100 грамм, а то и 150. Да, поэтому, ну, тут, наверное, сложно спорить. И, наверное, мы бы не стали затевать эту программу до тех пор, пока витамин D не стал встречаться у огромного количества пациентов до того момента, пока, наверное, не стали замахиваться для нас с вами коллеги-кардиологов на святое. То есть, практически действительно появилось очень большое количество информации. Она продолжает, кстати говоря, поступать из разных источников, да, и это, так сказать, то, что имеет отношение в том числе и к промоционной истории, связанной и с биологически активными добавками, и, собственно, с витамином D. Это влияние витамина D, ну, пожалуйста, в частности, на повышение артериального давления. Антон Владимирович, скажите, пожалуйста, а вы исследуете у своих пациентов с артериальной гипертонией 25 УАЖД? Вот, понимаете, метанифрин, там, так сказать, как кортизол, это каждый может назначить, а 25 УАЖД вы смотрите? Не, не смотрю, не смотрю витамин D. Ну, прежде всего, наверное, вот здесь надо вспомнить вообще, откуда, то есть, каким образом определяется этот витамин D, и, наверное, в этом как раз ахиллесово-пита вообще всей этой истории. Вот в данном случае я всем очень рекомендую посмотреть лекции нашего друга, нашего коллеги, потрясающего эндокринолога Валентина Викторовича Фадеева, который профессор, но не за это мы его любим, а прежде всего потому, что он прекрасный и знаток эндокринологии, и знаток клинической биохимии. Вот он всегда очень интересно рассказывает про аналитику, вот то, о чем многие вообще не задумываются. А вот еще раз, вы четче скажите, про-аналитику или про-аналитику? Нет, именно саму аналитику, потому что тот метод, который мы используем, а метод прежде всего, ну, антительный, то есть, это иммуноферментный анализ, используется для определения стероидных гормонов, он сам по себе достаточно неточный. Вот с этого нужно все начинать. Вот то, что мы очень хорошо знаем в отношении кортизола и альдостерона, то есть, почему нельзя смотреть кортизол в крови однократно, почему надо очень осторожно относиться к определению альдостерона в крови, там, ренин в этом плане гораздо точнее. Потому что стероидные гормоны, как мы знаем, они меняют абсолютно функцию буквально при присоединении одной какой-то группы. Там был кортизон, стал кортизол. То же самое и здесь. То есть, вот этот вот антительный анализ, он может захватывать много-много всякого всего, и, соответственно, результаты, они заведомо получаются мало информативны, мало достоверны. То есть, наверное, когда мы будем использовать другие методы, там, когда рутиной станет, скажем, масса спектрометрия, тогда вообще наше представление об уровнях стероидных гормонов, они будут совершенно другими. То есть, вот с этого нужно и начинать. Потому что мы, когда мы получаем анализ вот этот вот на витамин D, то зачастую мы получаем совершенно нерелевантный, совершенно неинформативный материал. Во-первых. И, во-вторых, вот откуда взяты эти нормы? Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Да, это, кстати, очень интересная история с продолжением, откуда взяты эти нормы. Ну, понятно, что из определенного уровня лабораторных исследований. Но вот все-таки смотрите, каким образом существенно, так сказать, да, вот вы читаете заголовок, да, дефицит витамина D связан с повышением артериального давления. Или наоборот. Вот все-таки, Антон Владимирович, вы как человек, который очень четко отставит именно одну вообще доказательную медицину, и, в частности, возьмем доказательную медицину в кардиологии. Есть ли разница во фразах «дефицит витамина D приводит к повышению давления» или «дефицит витамина D ассоциирован или встречается у лиц с повышенным артериальным давлением»? Ну, совершенно правы, конечно. Вот эта формулировка «ассоциирован», ее совершенно нельзя использовать в качестве причин следственной связи. Вообще, обсервационные исследования, они практически никогда не дают информацию о причинах следственных связей. То есть, ну, посмотрите, там разница, кстати, невеликая. Не велико вообще. 3 на 1,5 мм ртутного столба. Ну, дело не в этом. Может быть, даже если взять миллион человек, может, эта связь будет и достоверна, эти 1,5 мм ртутного столба. Но вопрос, что первичный, что вторичный. Я могу сказать, например, что, ну, слушайте, люди, у которых был более низкий уровень витамина D, они, что называется, в то время работали, да, тяжело, напряженно, в стрессе, они зарабатывали себе на кусок хлеба, тогда как те, у кого был более высокий уровень витамина D, они в этот момент лежали под пальмой. Они где-то отдыхали. И у них, соответственно, уровень давления был ниже. Вот вам и объяснение. О, кстати, отлично. Спасибо большое. На самом деле, дорогие коллеги, тут, может быть, 100 тысяч человек, здесь 12 тысяч человек, но при отсутствии проспективного наблюдения, желательно плацебо, контролируемых исследований, вот все эти, даже очень большие анализы, они действительно, ну, требуют очень четкого понимания того, как, кого исследовали, почему и, самое главное, правильные и корректные ли выводы были сделаны. Это в моем случае, я бы в качестве своего С, так сказать, в качестве своего мнения эксперта, да, сказал, что лучшим способом немедикаментозного лечения гипертонии является, значит, не прием витамин D, а ежать под пальмой, в конце концов, на солнышко, вот особенно нынче. Хорошо, а как вы объясните вот это? Дефицит витамина D сопровождается увеличением частоты сердечных сокращений. Вот то же самое, вот то же самое, под пальмами. То есть вы считаете, что люди работают, повышают давление, пульсом, соответственно, напрягаются, ускоряют, да? А те, которые под пальмой, у них и пульс меньше, и давление нормальное, да? А сердечных сокращений, извините, это отдельный триггер для меня, я боюсь, что мы иначе отсюда отсюда не выйдем. Давайте пройдемся по лозунгам, которые сопровождают... Исследование Nails 3. Ну, не только. Вообще, на самом деле, сопровождает витамин D огромное количество лозунгов, потому что для того, чтобы заинтересовать покупателей, заинтересовать пациентов, соответственно, хорошо представлять надо эффекты, которые чисто гипотетически будут у пациента на фоне приема витамина D. И если мы говорим, что... Только что мы говорили про уровень артериального давления, потом мы говорили про частоту сердечных сокращений, а теперь мы будем говорить о повышении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Дефицит витамина D и риск сосудистых заболеваний. Ну да, здесь, посмотрите, все-таки исследование проспективное. Здесь пятилетний вот этот шаг. И такая аккуратная фраза, что у лиц, которых был, правда, выраженный дефицит, то есть, скорее всего, это, ну, мы с вами видим по цифрам, да, это ближе к 10, который действительно называется выраженным дефицитом, 10-15. Ну, так вот, особенно у кого-то, у которых было меньше 10. Повышался почти в два раза, постепенно, правда, как-то очень аккуратно сказано, повышался риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но средний возраст этих пациентов 59 лет. А разве люди, которые, например, просто стареют, если они не контролируют уровень своего давления, делают это неправильно, не принимают статины, если эти пациенты, например, имеют клиническое или субклиническое проявление атеросклерозы, разве у них не будет в два раза примерно за пять лет повышаться риск сердечно-сосудистых заболеваний? Ну, здесь, мне кажется, вот этот, как вы говорите, лозунг, он очень удобен для манипуляции. Да, конечно. Но надо понимать, что есть действительно модифицируемые факторы риска, а есть некие, скажем, назовем их так, индикаторы риска. Ведь довольно много есть данных, вот прежде всего и по ЧСС, вот твоя любимая в кавычках. Хорошо, возьмем лабораторный маркер гомоцистеин. Мы хорошо помним лет 12 назад, была очень популярная тема. Повышение уровня гомоцистеина достоверно повышает сердечно-сосудистые риски. Супер. Пытались использовать как дополнительный реклассификатор, но, наконец, пытались его уменьшать. Можно уменьшить? Можно. Снизить гомоцистеин, проще всего дал фолиевую кислоту, гомоцистеин поехал вниз. Сделали, сделали, сердечно-сосудистые риски не меняются. Опять же, люди с повышением ЧСС, больная тема для меня. С бета-блокаторами, да? Потому что, да, можно сколько угодно говорить, что люди с повышенной ЧСС, они имеют более высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Но, опять же, за 60 лет применения бета-блокаторов, а в следующем году исполнится 60 лет со дня рождения пропорнолола, с выхода его на рынок, никто не доказал, да, поздравим его, никто не доказал, что урежение ЧСС в первичной профилактике, будь то бета-блокаторами, будь то веропомилом, будь то и вобродином, снижает эти риски. Вот, поэтому здесь мало показать, что некий лабораторный биомаркер ассоциирован с повышением рисков. Важно показать, что коррекция этого биомаркера эти риски снижает. Ну, а про частоту сердечных сокращений бета-блокатора, Антон Владимирович, я вам могу возразить, что да, прямых сравнительных исследований, рандомизированных, клинических не было, но мета-анализы, мета-анализов-то, дорогие друзья, очень много, и мы с вами можем найти мета-анализы, в которых повышение частоты сердечных сокращений там на каждые 5-10 ударов, особенно ночью, аккуратно повышает риски там человека, например, получить инфаркт, инсульт или умереть. Уважаемые коллеги, вы не подеретесь сегодня в эфире. Нет, конечно, через вас точно не подеремся. Да, я очень удачно здесь расположена, видимо, работаю буфером для того, чтобы смягчать удары. Да мы вообще не деремся. Это преподавательского состава, в отношении частоты сердечных сокращений, а я опять призываю нас вернуться к дефициту витамина D. Вообще, на самом деле, я вспоминаю, наверное, последние десятилетия до эпохи коронавирусной инфекции, как-то дефицит витамина D даже и не мелькал где-то. Может, и мелькал, мы просто меньше встречались с последствиями длительного приема витамина D. Мелькал, мелькал. Много-много лет уже люди принимают. Просто сейчас это, почему мы решили собраться здесь в студии, это просто приобрело какую-то пандемию, потому что вот просто когда мы начинаем подряд приходящих на прием кардиологических пациентов спрашивать, а вы принимаете витамин D, 90% говорят, да, а дальше начинается выяснение, ему посоветовали в аптеке, он почитал или услышал что-то по телевидению, либо ему реально назначил доктора. Причем пытаешься это выяснять, зачастую даже невозможно понять, кто и зачем. Я сегодня, опять же, знаю, что нас ждет сегодня интересная дискуссия, я на встрече со студентами на семинаре по доказательной медицине, я их спросил, там сидел человек 30, я их спросил как раз, кто из вас, поднимите руки, кто из вас принимает витамин D? Если студенты 20 лет, там 20-21 год, 4 человека из 30, то есть примерно 10% подняли руки. Я их спросил, зачем? Зачем? Мы с ними как раз обсуждали, что такое цели лечения, что такое задача лечения. Друзья мои, существует вообще в медицине, существует ровно 2 цели лечения, все, что мы делаем, должно быть направлено на 2 цели. Первое это улучшение прогноза, там оно в каждой специальности свое, у нас там инфаркты, инсульты, смерти, там у ортопедов это могут быть там переломы, падения. Второе это качество жизни. Все остальное это задачи, вот любое верчение, кручение ручек, там модификация биомаркеров, это задачи. Вот какие цели? Они вообще даже не поняли, я говорю, зачем вы принимаете? Они говорят, ну как, ну, потому что он у нас низкий в анализах, чтобы его вернуть. Но это задача, но это вот кручение ручки, это задача, а цель какая? Одна девочка сказала, эта студентка, она говорит, ну, чтобы кости были крепче, я говорю, подождите. А сколько вам лет? Какой диагноз у вас, да? Вы ходите на фитнес, да с вашими костями можно делать все, что угодно. А тогда можно дважды ходить на фитнес, да, с такими крепкими костями, или, например, прыгать со второго этажа фитнес-клуба, и ничего не будет. Ну, сомнительная история, конечно, вне всяких сомнений. А то, Владимир Владимирович, ну, и это причем, да, студенты медицинского вуза, да, давайте вбросим эту информацию абсолютно, нефильтрованную, да, и люди просто вот начнут подобные вещи делать. И вот через предыдущий слайд, который мы как-то немножко проговорили в другом направлении, пролистнули, посмотрите, еще одна история, это сердечная недостаточность и риск трансплантации. То есть еще посмотрите, какая группа пациентов была взята, это предыдущий слайд. Кстати говоря, да, там единственное, что количество трансплантации было больше у пациентов с терминальным стадием сердечной недостаточности, у пациентов с дефицитом витамина D. То есть, понимаете, из того, что есть определенная ассоциация между низким уровнем витамина D и повышенным риском трансплантации, ведь обыватель сделает какой вывод? Я не хочу трансплантацию сердца, это прям очень тяжело. Наверное, я должен поддерживать уровень витамина D с молоду. Мне это напоминает, это же известная тема про парадокс ожирения, что иметь индекс масс тела 30, значит, это лучше, чем иметь к... 30 это у меня, я уже не такой же. Это уже вы 40 показали. Это лучше, чем иметь кохексию, да, потому что люди в кохексии... И есть, кстати говоря, русская поговорка, пока худой, нет, пока толстый сохнет, худой сдохнет, да, совершенно правильно. На самом деле, вот эти вот дискуссии по поводу индекс масс тела и парадокс ожирения, они же фактически вот на том же самом внутреннем обмане заключаются. Ну, конечно, человек в кохексии, который страдает хоблом, который страдает терминальной почечной недостаточности, понятно, что у него прогноз хуже, чем у того, у кого индекс масс тела, там пока еще, даже пусть будет, ладно, там 26 и так далее. То же самое, человек, который страдает тяжелой болезнью, там ждет трансплантацию, ну, наверное, у него и уровень витамина Д ниже, там по какой-то причине. И самый такой большой гвоздь, действительно серьезное заявление, но, правда, все вертится вокруг одного и того же исследования, в коде которого брали, видимо, много-много маркеров, в частности, 25 ОHD. Исследование Nainz или Nainz, как угодно его произносить, опять-таки США, 13 тысяч пациентов, и посмотрите, какой вывод. Дефицит витамина Д, меньше 17, да, то есть так выраженный достаточно дефицит, повышал, это я написал в скобках, я немножечко эту ситуацию изменил, был ассоциирован, да, но на самом деле, исходно в русской трактовке написано, повышал риск общей смертности на 26%. Правильно, потому что те, кто лежат на пляже под пальмами, у них риск смерти меньше, я тоже согласен, я предлагаю лечить всех пляжем и пальмами. Ну, а как же гиподинамия? Кстати говоря, и речь идет еще и об общей смертности. То есть попал в ДТП, замерз в суброге, заболел онкологией, просто взял и умер. После этого, на самом деле, ты действительно, наверное, понимаешь, и я понимаю ваших студентов, вот если они особенно имеют доступ к медицинским знаниям, например, смотрят какие-то лекции на эту тему, где вот эти слайды показываются, вызываются вопросы, а почему же я этого всего не делаю? Или самый главный первый вопрос, на самом деле, по-моему, на который все это и назначено, а какой у меня уровень витамина Д, 25 в Ажд в крови? Можно сходить в лабораторию, это не очень сложно, так сказать, однократно сдать этот анализ. А дальше самое ужасное, когда ты видишь, что он не в норме, а мы к этому чуть позже вернемся, то ты понимаешь, что надо, надо что-то делать. Кстати, это не очень сложно, но не очень дешево. Не дешево. Я когда-то, вот когда это вся началась вакханалия с витамином Д, я спросил своих друзей, эндокринологов, вот, говорю, слушайте, а что такое произошло вот в нашем мире, может, я где-то что-то другим занимался, что у вас у нас все пьют витамин Д? Кто вообще, кто благоприобретатель-то? Объясните мне, откуда души растут? Они говорят, слушай, такое ощущение, что выгодоприобретатель этого всего дела – это лаборатория, потому что, в конце концов, витамин Д нам стоит копейки. Но анализ на витамин Д, еще и в динамике, он стоит, будь здоров. Да, то есть вот еще один интересный вывод. Давайте подумаем, зададимся вопросом, кого мы в этой ситуации хотим обогатить? Лаборатории, мы хотим в меньшей, наверное, степени обогатить производителей витамина Д, которые действительно в виде биологически активных добавок или лекарствует не сильно дорого, или все-таки дать прирост своему здоровью. И вот это, ну я не знаю, Антон Владимирович, 7% в рамках метаанализа, когда витамин Д не просто сам по себе, а его вот замечательная фраза включают в комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий. И вот только тогда общая смертность у пациентов снижается. Посмотрите, метаанализ, вот оцените, пожалуйста, это. Метаанализ 18 рандомизированных клинических исследований с участием почти 60 тысяч пациентов. Правда, мы с вами видим, те, кто знает, что такое доверительный интервал, там вот доверительный интервал, вот одна сотая, и будет недостоверно. Но, видимо, взяли так исследование, так сказать, и скомпинировали, чтобы вот это вот одной сотой вот... Как говорится, когда коту нечего делать, он делает метаанализ. Вот, я вспоминаю вот человека, которого вы тоже прекрасно знаете, замечательный клинический эпидемиолог, очень харизматичный человек, один из специалистов по обезболиванию, такой гуркипалсинг, у которого я в свое время многому научился в плане чтения лекций. Вот, он бегал, прыгал, говорил, show me, зачем это метаанализ, show me just one randomized control trial. То есть без рандомизированных клинических исследований, переводя вас индийско-английскому на русский, который... Ну, очень... Я, поскольку с ним тоже работал, его переводил, я очень хорошо помню этот акцент. Вот, это, так сказать, очень яркие, действительно, лекции, такие театрализованные, я бы даже сказал. Вот, он говорил, пока вот вы мне не покажете хотя бы одно правильно, грамотно спланированное, рандомизированное клиническое исследование, можете мне метаанализы под нос не совать. Ну, конечно. И, кстати, таких примеров очень много, потому что ведь, ну, назовем вещь своими именами, не во всех, далеко не во всех медицинских клинических проблемах есть вот какое-то четко спланированное, рандомизированное исследование, которое четко отвечает на вопрос «да-нет». Потому что 99, наверное, процентов вопросов, они находятся, в общем, в серой зоне. И вот эта попытка вытащить что-то такое при помощи метаанализов, там, сотни низкокачественных исследований, вот, это лучший способ манипуляции данными. Ну, я, наверное, тут выступлю в защиту препаратов, которые стоят небольших денег, и которые давным-давно на рынке, и фармацевтические компании не считают необходимым проводить рандомизированные клинические исследования для того препарата, который, ну, в общем-то, не находится в активной промоции. Поэтому, наверное, это очень сложно организовать, а витамин Д, как уже сказал Дмитрий Александрович, это, ну... Ну, его не надо. Не, не надо. В этом, кстати, ахиллеса-упита, вот я же люблю на тем диабет поговорить, в этом вот ахиллеса-упита, метформин в частности. Хотя, с другой стороны, мы прекрасно видим, что и вот по старой доброй ацетилсалициловой кислоте, очень серьезно. Совсем недавно были два исследования в первичной профилактике, опять же, статины, которые уже, казалось бы, там уже кто в них будет инвестировать, исследование Лоудстар, пожалуйста, прямой сравнительный исследование, оторвая розу. На самом деле, действительно, как-то вот уже мы подобрались к тому моменту, наверное, когда хочется получить какие-то более внятные ответы на вопросы, что с этим делать, и действительно, нужно ли включать в лечебно-реабилитационные мероприятия витамин Д, правда, видите, написано, сколько? Доза 1000 мг в сутки. Ну, это доза более чем спокойная. Вот вспомните, Антон Владимирович, среди ваших пациентов какие дозы, вот вы наиболее такие большие встречали, запоминающиеся витамин Д из последних ваших приемов? Сейчас вы думаете, что я каждый раз спрашиваю. Ну, не, ну примерно. Антон Владимирович, мы можем поделиться, а вы спросите, потому что... А почему спросите? Потому что у нас сейчас... Ну, паниковские. И в таких случаях неконтролируемые артериальные гипертензии... Псевдорезистентные, так называемые. ...на фоне приема витамина Д. Сколько они принимают? Сколько они принимают? 4000 и выше. И самое главное, это, конечно, не 2-3 дня, а не неделю, а это полгода. Год. И самое главное, без контроля. А без контроля почему? Потому что, вы уже сказали, потому что 25 куашд, это дорого. А кальций, например, это дешево, но почему-то никто из специалистов, которые назначают эту терапию, не говорит, ну вы хотя бы кальций проверяйте. Да, и несколько клинических ситуаций. Одну мы докладывали на клинической конференции кафетры, вы, наверное, помните. Одну пациентку, Анастасия Андреевна, вообще была вынуждена положить в реанимацию к клинике нервных болезней. 4,5. 4 кальций. На фоне такого приема с совершенно конкретной клиникой человека, который имеет психотическое состояние. Просто поставили капельницу с физраствором, отмыли, и человек нормализовался. А человеку ставили психиатрический либо неврологический диагноз. А гиперкальцемия, это что? Давайте возьмем вот такой средний портрет, ведь с нашей пациенткой было примерно то же самое. Анастасия Андреевна, вспомните, какие у нее были жалобы. Партером там не было. Нет, просто прием избыточной дозы витамина D. К нам на прием обратилась пациентка с жалобами на повышение уровня артериального давления на подобранной антигипертензивной терапии. Полтора года она держала. То есть все было хорошо, а потом вдруг резко перестал. Терапия согласна рекомендациям в достаточных дозах. Пациентка жаловалась на болезненные судороги. Судороги? Обычная история? Обычная. Каждый пятый жалуется на судороги. Она описывала их как достаточно резкие, болезненные. Тошнота, нарушение сна. Почему? А кому сейчас не тошнит огромное количество людей с проблемой желудочно-кишечного утра? Да можно даже без проблем. Может телевизор посмотреть? Можно смотреть разные вещи и слушать. Нарушение сна. Кто сейчас хорошо спит, можно продолжить сентенцию Дмитрия Александровича. И наша пациентка отметила, что ее стала укачивать в транспорт. Головокружение. Ну, такое дискомфортное состояние. Мы сегодня не касаемся неврологии, но я думаю, можно накидать кучу препаратов, которые можно вслепую, ну, на всякий случай, дать этой пациентке, глядишь, у нее головокружение пройдет. Самое интересное, когда действительно потом ей отменили витамин D, она сама первая сама решила это сделать, а потом мы уже там увидев уровень 25-HD, такой следовой, который снижался до 70, то есть он был выше, но это было не запредельно, отнюдь по нормам, мы к этому вернемся, у нее эти симптомы стали уходить сами. Как по волшебству. Мы такого даже во внутренних болезнях не видим, но разве что при лекарственном гепатите, когда ты отменяешь причинно-следственный фактор, и вдруг пациент перестает желтеть, у него снормализуются все ферменты, а ты только ставишь ему там капельницу с глюкозой или физраствором. Сарабравливыча Сыркина, который в одном из интервью сказал, всю первую половину жизни я назначал лекарства, всю вторую половину жизни я их отменяю. Дмитрий Александрович, мы, кажется, перешли во вторую половину жизни, потому что начали отменять лекарства. Начали отменять. Не сильно хорошо, я так прекрасно понимаю, что, так сказать, все трое, которые сегодня сидят в этой студии, Антон Владимирович тоже не знает, во что ввязался, теперь однозначно будут опасаться в каком-то смысле за свою жизнь, потому что мы пытаемся, нет, уважаемые коллеги, и, может быть, производители биологически активных добавок или лекарственных форм витамина D сейчас тоже смотрят и думают, как бы нас всех придушить, мы не против вашей работы. Мы абсолютно не пытаемся заблокировать какие-то вещи, потому что блокируется это все по-другому. Мы хотим призвать научную, и не только научную, а практикующую общественность к тому, чтобы мы задавали себе вопросы. Если вы видите, что ваш пациент принимает витамин D, или вы сами назначаете, вы уверены, что это ему действительно нужно. Но, конечно же, научный интерес, и мы с вами видим, взлетает. Вот, посмотрите, число публикаций и цитирований. Витамин А, витамин С, витамин Е, витамин В. Ну, все примерно на одном и том же уровне за последние 20 лет. А витамин D? Витамин D. Все говорят, это проблема вот постковидов, ковид, все стали увлекаться. Да ничего подобного. Посмотрите, с 2008 года пошел этот взлет. Ковид только подстегнул немножко угасающий к этому всему интерес. И давайте посмотрим на следующий слайд. Лицо этого человека не знает никто. А, между прочим, именно этому человеку, фамилия которого и которого зовут Майкл Холик, который является профессором Бостонского университета, а по совместительству главным редактором одного из журналов лабораторной диагностики, собственно говоря, его работам в течение десятилетий из-под его рук его, так сказать, научной группе принадлежит количество работ по 25 ООН и он фактически единолично перевел нормальное значение витамина D, нижнюю коленицу нормы с 30 до 20. Не было никаких рандомизированных клинических исследований эпидемиологии. Несколько конкретных работ научной группы господина Холика привели к тому, что произошло то, что произошло. Вы спрашивали про нормы. Вот, собственно говоря, вы смотрите сейчас, ну, я не хочу оценивать физиономическое лицо, приятный, мило улыбающийся молодой человек или немолодой человек, интриги, скандалы, расследования. На самом деле это был большой скандал, медицинский скандал с участием Майкла Холика и самовольное изменение норм, которое назвал уже Дмитрий Александрович. На самом деле, как вы знаете, если человек кого-то убил, надо искать причину. Кому это выгодно. Нет, если что-то в этом мире происходит, да, не пытайтесь, так сказать, послушать разъяснения. Ищите, кому это выгодно. Так, первая история, которая была каким-то образом разрыта и нарыта, так сказать, среди медицинской общественности, это, вот видите, некоммерческая компания по производству соляриев и так далее и тому подобное. Майкл Холик в то время активно отстаивал, пропагандировал медицинские преимущества пребывания на Солнце. Но мы с вами знаем, что избыточное пребывание на Солнце привело к тому, что сейчас все дерматологи пропагандируют, хоть, во-первых, пребывать неизбыточно, а во-вторых, если вы это делаете, то покрывать себя солнцезащитным Крымом. Посмотрите, ситуация изменилась ровно на 20 лет. А вот это уже база данных независимая с 2013 по 2017 год. Я не могу оценить много это или мало, 163 тысячи долларов, ну, наверное, не можете? Нет. Не могу. Ну, я просто за 4 года для американского профессора, может быть, это просто смехотворно, потому что, ну, я просто не могу сравнить это с чем-то, но посмотрите, пожалуйста. Самое главное, это совсем не производство и не употребление самого витамина Д. Посмотрите, кто прячется на четвертой строчке. Это оружи диагностика. То, что вы сказали, производители тестов на определение 25 ОХД. За время работы Майкла, Холика и публикации его различных данных число тестов, вздумайтесь в эту цифру, число тестов на 25 ОХД у лиц старше 65 лет выросло в 85 раз, почти в 100 раз. Даже тесты на КОВИД не могли, так сказать, составить этому конкуренцию во времена КОВИДа, потому что КОВИД ушел, ну, не ушел, так сказать, да, но немножечко спрятался, а проблема связанная с витамином Д продолжается. Более того... Это хотел сказать, что это мое любимое высказывание Холика на тему того, что, возможно, именно динозавры вымерли от недостатка витамина Д, потому что у них был рахит и остеомолят. Мне это напоминает аргументацию одной компании, которая в свое время вообще рекламировала Эва Бродин, что птичка калибри, у нее там частота сердечных сокращений 500 в минуту. И потом она живет 2 года. Да, а черепаха 30, и поэтому она живет почти 200 лет. Да. Ну, на самом деле, если вернуться к серьезной аналитике, она потихонечку идет, и практически вся серьезная аналитика началась в последние 3-4 года. Кстати, не исключаю, что после вот этой скандальной истории, когда, может быть, в каком-то смысле врачи, которые читают, во-первых, конечно, американские врачи, которые, соответственно, следили за всеми этими скандальными историями, стали задаваться вопросом. Ну, вот эти причинно-следственные связи, финансовая выгода, может быть, какие-то, ну, мы прекрасно знаем, что можно спланировать не научные, а паранаучные исследования. Когда вы ставите, скажем так, определенные цели, как сказал Антон Владимирович, получаете и выполняете задачи, и меняете их местами, цель у вас уходит на второй план, а вот задачи вы предлагаете в качестве основы. И вот анализ уже достаточно серьезный, проведенный большим количеством специалистов, тут нет одного конкретного человека, где, вот помните историю с сердечной недостаточностью, которая обсуждалась, в том числе трансплантации и так далее. Посмотрите, пожалуйста, максимум, так сказать, что было выведено на самом деле, это то, что таки да, у пациентов, которые, к сожалению, идут по неблагоприятному пути уже в финале сердечной недостаточности, витамина D в плазме мало. Но это всего лишь навсего просто как факт. Посмотрите, витамин D не повышает толерантность к физической нагрузке, не снижает сердечно-сосудистую смертность, что ежедневно, что болюсно еженедельно. Мы, кстати, немножечко отвлеклись, не сказали, какое количество ежедневной дозы. От 4 тысячи выше. Есть пациенты, которые получают по 10 тысяч единиц в день, а есть интересные болюсные схемы, которые пришли, кстати говоря, из Америки, и это действительно стало очень информативно после ковида, 40 тысяч в неделю, 100 тысяч в неделю и так далее. То есть не надо каждый день, вы просто приходите и получаете рекорд нашего наблюдения 200 тысяч. 200 тысяч, да. В России это было не очень популярно, но тем не менее из Америки эта тема действительно приходит. Итак, посмотрите, сердечная недостаточность и ничего не получается. Самое интересное, если пациентов об этом не спрашивать, сами они вам не рассказывают. Да, продозы никогда нет. Ну что же, может быть, это борьба с онкологией. Это тоже была очень интересная тема, ее тоже активно изучали. В 2019 году добавки витамина D, что было в данном случае показано. Итак, у нас с вами соответственно раз, два, три, четыре графика. Верхний график заболеваемый с раком ежедневный прием витамина D ниже болюсные большие дозы. Мы с вами видим, что на заболеваемость рака хоть так принимает, хоть не так, ничего не влияет. А вот действительно смертность от рака при ежедневном приеме витамина D выше. Опять-таки, это констатация факта, ассоциация. Нельзя сказать, что если ты будешь принимать витамин D, это повысит успешность твоей химио-лучевой терапии или спасет тебя от рецидива. Не исключено, что особенно, если надо опять посмотреть, если были, например, пациенты, связанные с поражением желудочно-кишечного тракта, например, после операций на кишке, на желудке, ну, у них просто нарушалась сасываемость. Это действительно такие довольно тяжелые инвалидизирующие операции, где действительно после операционной смертность достаточно высока. Что скажете, коллеги? Онкологией мы все-таки не очень занимаемся. Ну, пациентов-то этих мы видим, они приходят к нам сейчас. Я думаю, Антону Владимировичу больше всего понравился предыдущий слайд, который гласит о том, что не повышает, не снижает и не доказал исходы. Я могу еще процитировать работу, которая вот буквально несколько месяцев назад появилась в британском медицинском журнале. Летом этого года было большое исследование, причем очень хорошо спланированное, там, рандомизированное, контролируемое исследование. 25, то есть 21 тысяча человек туда была включена, которая, собственно, должна была ответить на вопрос, работает ли одно из них, кстати. Да, я специально включила для Антона Владимировича исследование ВИТОЛ, которое как раз сравнивало витамин Д с плацебой на влияние сердечно-сосудистых усложнений. Следующее, ну, видимо, все равно каждый раз кто-то пытается, а вдруг получше. Принципиально что-то новое появилось, вот в последнее, которое 20 лет. То же самое, там вроде бы где-то там на уровне тенденции снижение относительных рисков 9%, при этом доверительные интервалы не расходятся. Вот, там если, как всегда, это разгонять по субанализам, то вроде бы там, знаете, как это, у блондинок с 37-м размером обуви, там вроде бы на крайне... Если у них 25, аж с 15 до 20, то вот им именно и хорошо. Поэтому все те доказательства последних лет, которые есть, вот они говорят, что нет, ну, не работает, включаешь, не работает. Посмотрите, пожалуйста, действительно, здесь даже на всякий случай к витамину Д до кучи давали омега-3 по одному грамму, так сказать, да, для профилактики и тоже отслеживали конечные точки развития сердечно-сосудистых заболеваний или их осложнений и, соответственно, первичная диагностика онкологического заболевания. Омега-3, кстати, вот тоже очередная афера. Вот, количество людей, пытающихся использовать омега-3 в первичной профилактике уже несмотря на уже все данные. Очень интересная история, которая имеет отношение к дозам и так далее. Ведь опять-таки производители там добавок или, например, лекарственных препаратов могут сказать, потому что, ну, это же 2000 международных единиц в сутки, а надо было 6 или 10, и все было бы по-другому, вы просто неправильно спланировали дизайн. Омега всего по грамму. Да, а на самом деле мы с вами знаем, что омега-3, ну, вот в тех исследованиях, где, например, для снижения уровня липидомтриглицеридов, там все-таки доза должна быть повыше. До 4. До 4. До 4 грамм. Да, здесь можно сказать, ну, ребят, вы просто маленькие дозы давали, а теперь еще, да, вот одно уязвимое место этого исследования. Посмотрите, пожалуйста, средняя концентрация 25 УАЖД. Ну, я не знаю, почему решили взять так, но в среднем получилось, что уровень 25 УАЖД, ну, считайте, был на уровне нормы и недостаточности. 30. Да? Меньше 20, всего 12%, но 20-30, то, что считается недостаточностью, это почти каждый третий больной. То есть, можно сказать, надо было взять прям вот совсем вот с низким уровнем 25 УАЖД, вот всех там, от 0 до 10. Ну, я думаю, столько человек на самом деле бы не было, хотя, опять-таки, я думаю, что надо было просто чуть меньше, может быть, не 25 тысяч человек, а 2,5 тысячи, и этого было бы достаточно. И это, кстати говоря, одно из, один из упреков в адрес организаторов исследований, говорит, ну, слушайте, вы брали практически, ну, там легкую недостаточность, и что вы хотите? Конечно, у этих больных ничего не произошло, и эти, причем, очень такие высокие научные аргументы, я слышал. Но, тем не менее, это вот, кстати говоря, вот последняя строчка, мы с вами можем посмотреть, это как раз ответ вот тем, в том числе, да, вот студентам медицинских вузов, которые слушали лекцию Артона Владимировича, ну, как же, я вот беру показатель сниженный, и я его довожу до нормы, ну, вот, пожалуйста, показатель слегка сниженный, или просто сниженный, доводили до нормы, 40, это однозначная норма, посмотрите, это ничем не закончилось. Ну, факт остается фактом, и самое интересное, в одной из последних публикаций 22-го года, вот я позволил себе специально выделить, в синие такие рамочки, это то, что доказало эффективность влияния на конечные точки, витамина D, с левой стороны, это обсервационные исследования, Антон Владимирович о них говорил, просто наблюдательные, а справа, те самые РКИ, рандомизированные клинические исследования, и посмотрите, пожалуйста, во всех почти наблюдательных исследованиях, однозначная польза, влияние на прогноз есть, а если мы с вами берем, а вот здесь вот ничего нет, а если мы с вами берем рандомизированные клинические исследования, где это сработало, и даже бред, это сработало у критически больных пациентов, да, но при этом, посмотрите, в обсервационных исследованиях, Это не сработало. Просто у пациентов, которые имеют рак простаты, это приводило к худшему даже результатам. Это был единственный такой негативный момент. Это имело отношение к снижению риска в РКИ предварительных досрочных родов и недоношенных младенцев, то есть в отношении матери. И это существенным образом позволяло действительно в клинических исследованиях бороться у пациентов с хронической инфекцией гепатита С. Но что мы сейчас с вами обсуждали, совсем другое. Мы сейчас говорили, что все пациенты по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, вообще общая смертность у всех должна снижаться. Мы видим какие-то узкие фокусные группы, причем там надо еще разбираться, там не так много клинических исследований. А все остальное это вот эти наблюдательные исследования, часто без группы сравнения, где, так сказать, дал какой-то препарат, например, да, а человек стал мотивирован, например, ребенок, заниматься, у него оценки увеличились. И говорят, ну вот смотрите, да, вот он, так сказать, прям. Это витамин D. Это витамин D. Или омега-3, там, кто угодно. Мне очень понравился один простой пример Дмитрия Александровича. Взяли птенцов, дали всем витамин D и сказали, посмотрите, пожалуйста, замечательно, все птенцы через некоторое время встали на крыло. Ну если без группы сравнения. Почему они встали на крыло? Они стали летать благодаря этому, да. Потому что они принимали витамин D. Берем группы сравнения и выясняют, ой, да неужели, оказывается, все птицы через некоторое время встают на крыло. Кстати, мне, мы, конечно, в педиатрическую практику не будем заглядывать, но кажется, все наши птицы, которые встают на крыло в детском возрасте, в основном, принимают витамин D. Да, ну сложно сказать, на самом деле, давайте в педиатрию... Не будем туда заглядывать. Мы старались этой темы не касаться. Вообще в педиатрии с точки зрения доказательности это такая очень уязвимая группа, потому что, ну, действительно, рандомизированных клинических исследований этих полечим, а за этими просто понаблюдаем. Даже с точки зрения этики в педиатрии очень мало. Нормы. Да, это нормы, те самые, о которых мы с вами говорим в настоящее время, и вот я обращаю ваше внимание, что это последствия работы того самого профессора, улыбающегося, Майкла Холика, потому что раньше до 20 никто даже не считал это недостаточностью витамина D. Вот этот термин как бы не дефицит, но уже не норма, это его рук дело. И на самом деле вот пациентов с выраженным дефицитом меньше 10, ну, они встречаются, безусловно, но их гораздо меньше. А самое главное, что целевые уровни витамина D, несмотря на то, что они прописаны, есть еще такая интересная, целевые уровни и адекватные. И вот адекватный уровень до 100, а возможно и токсичное проявление даже выше. Проблема на самом деле с адекватными уровнями, потому что, если мы говорим наших пациентов, они коморбидные пациенты, очень большого количества пациентов встречается хроническая болезнь почек. При хронической болезни почек категорически нельзя таким пациентам назначать высокие дозы витамина D. И адекватные уровни витамина D будут токсичными для этих пациентов. Потому что у больных хронической болезни почек развивается вторичный гиперпаратириоз. Можно открыть рекомендации эндокринологов, и там об этом совершенно четко написано. Это одна из причин хронической болезни почек вторичного гиперпаратириоза. Там надо смотреть фосфор, фосфор первый меняется. Кто в реальной практике смотрит фосфор? Кроме нефрологов, мне кажется, никто. Вы смотрите, Антон Иванович, всем пациентам подряд фосфор? Нет, мы тоже не смотрим. Совершенно правильно. Ну и посмотрите, опять-таки, как интересно, профилактика дефицита витамина D, дозы, которые рекомендуются медицинскими сообществами, например, Российская ассоциация эндокринологов, не превышают тысячу международных единиц витамина D просто взрослым людям, а беременным не более двух тысяч. Я не вижу здесь четыре тысячи, восемь, десять. То есть, в принципе, это даже никто не рекомендует. Не рекомендуется. Откуда появляются столь высокие уровни? Кроме того, мы с вами видим, что более полугода приема требует лабораторный контроль. Совершенно логично. Невозможно просто так принимать препараты железа. Мы просим пациентов сдать, например, уровень железа и посмотреть на уровень гемоглобина. Какие-то другие вещи, но мы тоже контролируем. Ну, опять же, я вот пока, я, так сказать, видел этот документ, но я так и не понял вот цель и полагание. То есть, а для чего? Я, кстати, разговаривал даже с одной коллегой, это же эндокринологом. Я говорю, а ты назначаешь? Она говорит, да, да, я назначаю. Я говорю, а зачем? Вот какая цель? Ну как, ну вот чтобы он был низкий, чтобы он был в норме. А дальше-то что? Вот когда он будет в норме, что мне пациенту пообещать? Вот она, по-моему, меня обидела. Я в последний раз столкнулась с назначением витамина D лично мне. Точнее, с желанием определить уровень 25 УАЖД и назначение витамина D. Он жив? Как-то назначил. Он пытался. Мы очень позитивные, мы ведем научные дискуссии, мы никого не устраняем. Я очень интеллигентно спросила, а с какой целью? Ну, наверное, с целью, ну вы же понимаете, что сейчас сложно, да, в современном мире, у всех есть депрессия, даже маскированная. Ну вы же понимаете. Ну вы же понимаете. На самом деле я не вставлял сюда, у меня была еще одна публикация, просто чтобы не перегружать. Изучали прием витамина D во влиянии на депрессию и когнитивные функции у взрослых и у пожилых людей. Нет, не влияю. Ноль. Нет никакого влияния. Да, вот мне пытались с точки зрения улучшения, хотя на самом деле никакой депрессии у меня нет. У кого тут депрессия? Конечно. Ну, посмотрите, действительно, мне видится вот какая-то, не знаю, как вам, какая-то совершенно разобщенность. То есть существуют, с одной стороны, рекомендации, которые, так сказать, да, ну, говорят о том, что вот рекомендуемые препараты, так сказать, здесь что-то нужно и так далее. И, конечно, подстегивает все это борьба с острыми респираторными инфекциями. Очередной метаанализ, опять 50 тысяч пациентов, и мы видите опять... Кстати говоря, вопрос, который я задала той пациентке, которая была с гипервитаминозом Д, зачем вы принимали его так долго? Полтора года. Полтора года. Она говорит, ну как же, ковид вокруг, и я не заболела благодаря витамину Д. Ну, может быть, и правда, на самом деле, потому что история с ковидом и с этими постфакторными анализами, постфактум, постхок, они, наверное, еще продолжаются. Но если вспомнить наше с вами выступление во времена ковида, помните, программа такая была, когда мы пытались, ну, для себя даже, наверное, больше, но и для коллег разобраться, так все-таки что нужно делать. Вот помните, какая в 20-м году, особенно в первой половине года, была паника. Давайте попробуем это. Нет, этот антибиотик не работает. О, гидроксиклорокин. Нет, сейчас это цилизуматно сработает. Нет, тоже не сработало. Давайте, помните, заготавливать плазму реконвалицентов. Сейчас уже постфактум известно, плазма вообще не сработала в лечении этих пациентов, а если она у кого-то и работала, то точно так же можно было физраструктур прокапать, и эффект был бы такой же. И вот появились эти данные, болюсные дозы витамина Д. Помните, вот именно болюсные дозы пришли к нам ковиду. Против трех. Да, прекрасно, так сказать, количество защитных, так сказать, в этой ситуации. Прекрасно, так сказать, да. Но идея заключается в другом, что болюсные дозы все-таки в меньшей степени работают, то есть здесь нужен ежедневный прием. То есть, давайте идем дальше. Опять-таки, вот то, что пришло к нам из практики уже 21-го года, видите, витамин Д и ковид-19. Время действовать, называется эта статья. И вот предлагает какие-то, вы даже, наверное, не знали, Антон Владимирович, что была схема гранта. И схема, ну, наверное, Эбади или Эбади. Эбади, наверное. Я не знаю, скорее всего, Эбади или Эбади, потому что явно... У нас только было своих схем, от специалистов, которые сидели на даче и писали схемы эти. Да, 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 совершенно правильно. Поэтому посмотрите, 10 тысяч международных единиц в сутки. А здесь 50 тысяч. 50 тысяч в два раза. Вот откуда эти дозы, я думаю. Я все-таки считаю, что существенным образом все это поменялось именно в ковид. Помните, когда перестали бояться антикогулянтов, их стали чуть ли не по два препарата принимать на всякий случай, один утром, один вечером? Гормонов перестали бояться. Гормонов перестали бояться. И вот и витамина Д. Просто он палился рекой. Ну, а раз, как говорится, полезно 50 тысяч, то, наверное... И 200 можно? Нет, ну, и в обычной этой жизни и 20 тысяч, и 10 нормально будет. Ну, никто же не умер, да, и даже ковидом, возможно, не заболел. Но мы с вами прекрасно помним, если мы пойдем дальше, да, вот эти амбулаторные... Посмотрите, рекомендации, которые были. Ведь посмотрите... Первый год увлекаться... Почему их сгумировали? Это никакая не сгумация. Это просто... Посмотрите, пожалуйста, да, все зависело еще от того, принимает пациент витамин Д уже или нет. Более того, посмотрите, вообще очень криминальный подход. Уровень 25 ОХД неизвестен. Значит, минимум 4 тысячи международных единиц в сутки, а может быть 6 тысяч, 8 тысяч, альтернативно 50 тысяч в неделю хочется спросить этих людей. Откуда вы вообще это взяли? Из какой головы, откуда вы это вынули? И почему, так сказать, вы считали, что это делать абсолютно правомочно? А потом нефрологи публикуют свои данные по результатам эпидемии ковида с огромным количеством пациентов с мочекаменной болезнью, с ухудшением контроля артериальной гипертензии. А хочется спросить, вот эти люди, у которых ухудшилась гипертония, ухудшился прогноз, это действительно лон-ковид или лон-ковидное лечение? Его последствия? Прием дексаметазона в огромных дозах и долга, который повышает уровень давления, уровень глюкозы в крови, задерживает жидкость. И, пожалуйста, кальцификация организма при таких дозах. Кто контролировать ходил в ковид 25 раз? Никто. А самое интересное, мне очень нравится последнее изречение, относящееся к гипервитаминозу. Прекратить прием витамина D, определить наличие кальциемии, кальциурии и начать лечение кальциурии. То есть, по сути своей, мы дождемся, когда в фокусных органах появится кальцинат. А что за фокусные органы? Что может ждать пациент, если у него будет гипервитаминоз? А не только патологию сердечно-сосудистой системы, кальцинаты могут быть где угодно. Почки, поджелудочная железа. А поджелудочная железа, как известно, если она с кальцинатами... Кальцинаты там от других проблем. Да, там больше от алкоголя. Тем не менее, а острый панкреатит на пустом месте, пациента, который никогда в жизни никакого алкоголя не употреблял, пожалуйста, это же та же самая история. В легких кальцинатах, в щитовидной железе кальцинаты, да где угодно они могут откладываться и появляться. А потом все очень удивляются. Странно. А почему у этого пациента по ультразвуку такая странная ультразвуковая картина органа? Да. Ну и вот, пожалуйста, я помню, мы показывали этот слайд с Антономом Владимировичем, когда Искалин в апреле 2020 года, выступая, так сказать, на платформе Интернисты, как раз с тем, что делать, да, ковид, как мы можем противостоять. Единственное, что в тот момент удалось найти, это вот этот слайд, я прямо его достал из нашей прошлой программы. То есть все использование витамина D было основано на снижении риска заболеваемости гриппа АПРО на 40%, почти в два раза. У детей главное. Да, при этом это были в основном детские или подростковые группы, потом были метаанализы на эту тему. И я прекрасно понимаю, что тогда человечество боялось настолько глобальной и локальной системы здравоохранения, что мы были готовы на все. Ну, вроде как витамин D это же не преднизолон назначить и не биологию перелить. В общем, как бы это безвредно. Да, наверное, на короткий период времени, когда человек все-таки принимал, это было безвредно. А вот когда после этого витамин D полился рекой, и это оказалось полезно чуть ли не в любых дозах. И вот тут вспоминается фраза Ивана Бездомного из знаменитого произведения «Мастер и Маргарита», когда он спрашивает профессора Стравинского «А делать-то что?» И профессор Ставинский отвечает «Вот, это и есть самый, что ни на есть, главный вопрос». А мне сразу вспомнилось, когда вы говорили по поводу того, что делать. Я сразу мультик про расследование колобков, и там один из них говорил «Надо что-то делать, надо что-то делать, вот как раз это витамин D, надо что-то делать». Да, а я вспомнил, когда вы сказали, что мы там не собираемся, там уважаемые фармафии, мы не собираемся что-то блокировать, я вспомнил опять же из эндокринологии стратегию лечения терротоксикоза, блокирую и замещаю, да, он скажет, но если вы… Вот зачем вы так ведущих напрягаете, а вы, Анастасия Андреевна, видимо, вам что-то налить покрепо. Протирать токсикоз. Давайте я вас пока, да, пока вас пульчик-то заберу, вот видите, посмотрите, посмотрите, ничего не боятся, практически устраняют ведущих в прямом эфире, не побоюсь этого слова, затыкают рот, человек не подходит, может говорить до конца программы, но ничего, нас с радиолю, так просто не заткнешь, мы будем посильнее. Ашика говорит, если вы там отрицаете чудодейственную силу, там, какой-нибудь миксидула, а что вы предлагаете взамен? Что мы предлагаем взамен? Мы предлагаем взамен консенсус экспертов, давайте мы на него посмотрим. Да, на самом деле, очень внятный документ, когда на просторах интернета я пытался найти, вот кто что на эту тему хоть чуть-чуть написал, надо сказать, что огромное количество специалистов в Испании, ну, наверное, не знаю, сколько они писали, там, год-два, но собрались где-то в середине десятых годов 21 века и решили написать-таки какие-то более-менее внятные позиции по истории с витамином D и поставить, ну, немножко непривычную для нас схему, поэтому я ее написал не в виде там точек, там, из-за корючек, как они изображали, а в виде слов, чтобы было понятно. Опять-таки, с точки зрения доказательной медицины. Рекомендация мощной силы, то есть верим, и уровень доказательности, который может быть либо совсем слабый, могу сказать, что здесь очень небольшой глобальный вообще уровень доказательности, либо он достаточно сильный. Первое, на что обратили испанцы, и там прям первый абзац, ну, это поверьте. Уровень 25 УАЖД, меньше 30, встречается в 80%. Давайте сравним Испанию, вот там, где можно лежать на пляже. Солнечная Испания. Ну, опять же, вопрос-то, надо ли что-то с этим делать. Это мне, кстати, напоминает, между прочим, наши вот сейчас бесконечные последние дни дискуссии насчет применительности, хочется сказать, правоприменения шкалы Скор-2, потому что там все запугивают, что со следующего года, вот сейчас вот еще две недели, и клинические рекомендации станут законом, вот, и по закону о шкале Скор-2 нужно будет назначать статины в 14 раз чаще, чем идет все до этого. Главное, чтобы шкала Скор-2 не попала в уголовный кодекс, и тогда, в принципе, как работали, так и будет. Как работали, да. Работать будет все нормально, да, вот это вот. По-моему, это то же самое, да, когда Скор-2 там любой мужчина, родившийся в России, старше 40 лет, автоматически попадает в высокий рейс. А здесь очень похожие аналогии, потому что испанцы пишут, вы знаете, несмотря на то, что мы в Испании, у нас вообще было жарко и солнечно, в основном, люди старше 65 лет, испанцы, 88% случаев имеют либо, секундочку, либо недостаточность, либо дефицит, либо что-то еще. Это получается, представляете, какое количество, ну, скажем так, клиентов, потребителей возможного, так сказать, подхода. Но более того, платежеспособность составляющая населения младше 60 лет, почти каждый второй. Каждый второй, каждый второй, если он просто пойдет и определит себе 25 ОЖД, этот уровень будет либо в состоянии недостаточности, либо дефицита, либо глубокого дефицита. Ну, в основном, первый и второй. Как уже и говорил Дмитрий Александрович, рекомендации слабой силы, низкого уровня доказанности. Для получения пользы, для здоровья необходимо поддерживать уровень 25 ОЖД на уровне 30-50. И никто этого не доказал. Вопрос для получения пользы для здоровья, а пользы какой? А это будет чуть дальше. Это единственное, что какая, и потом дальше это будет обсуждаться, какой. Не надо так быстро, Анастасия Андреевна, не спешите. Польза для здоровья. Здесь я могу сказать, что очень часто все говорят о нижней границе нормы. И почти во всех исследованиях и публикациях последних десятилетий я видел фразы только, вот плохо, когда он низкий и так далее и тому подобное. Впервые в этом консенсусе была ссылка на одну из статей, где была написана, была J-образная кривая, как, наверное, логично для всего, что имеет отношение к гомеостазу, что повышая уровень 25 ОЖД в крови больше не 100 или 150, как пишут наши лаборатории, а уже больше 60-70, это может негативно сказываться на здоровье. Опять-таки, это ассоциация со смертностью, или это действительно передозировка, которая через гиперкальцемия может приводить к неблагоприятным исходам, к сожалению, этих работ очень мало. Потому что все были, включая Майкла Холика, который все это начинал, с фокусирования не на пациентах с хорошим уровнем витамина Д, или даже с избыточным, а с каким? С низким. Ну, поэтому просто действительно этих исследований мало. Но, скорее всего, есть вот эта средняя часть, этот промежуток, который, ну, как уровень давления, как, так сказать, какие-то другие, наверное, показатели МНО, ну, вот когда плохо низко и когда плохо высоко, вот он находится где-то здесь. Ну, посмотрите, Анастасия Андреевна это подчеркнула. Рекомендация слабой силы, то есть мы не 100% уверены, что это так для всех. И рекомендация низкого уровня доказательности. Почему? А потому что буквально там 2-3 человека, которые сказали, вы знаете, будет вот 30, а Холик сказал, нет, 30 это много. Нет, много, 20. Верните, 20 было 20, а давайте сделаем 30. 30 это тоже мало. Если мы говорим с вами о рекомендациях мощной силы, но низкого уровня доказанности, то рекомендуется проводить пациентам скрининг, где в группах риска развития дефицита витамина D. Нет, не Дмитрий Александрович, а кто такие пациенты с группой риска? Я только у вас хотел спросить. Нет, на самом деле, те, кто солнышко не видит, все население Российской Федерации в осенний и зимний период. Да, на самом деле, мы очень признательны, мы чуть-чуть позже к этому перейдем, а вторая фраза, которую мы дали, чтобы не забыли, проведение скрининга на дефицит витамина D у лиц, не имеющих факторов риска, не рекомендуется. Посмотрите, пожалуйста, испанцы не постеснялись это написать. Если пациент не входит в группу риска, не надо смотреть 25-го Аждэ. Что за группа риска? А группа риска, я, допустим, могу вам привести пример из наших российских рекомендаций эндокринологов по введению пациентов с ожирением. Пациентам с индексом массы тела выше 40 рекомендуется в плановом порядке проведение определения 25-го Аждэ. Ну, там это их осчастливее, пациентов с индексом, больше 40. Но если мы с вами посмотрим на группу риска, которые сформулированы в Испании, вы поймете, что и ожирение, и, так сказать, просто пожилые пациенты в эту группу не входят. Остео-маляция, остеопороз. Наверное, никто не будет спорить, что, ну, наверное, в этом смысл есть. Точно так же, как пожилые пациенты с падениями и нетравматическими переломами в анамнезе. Помните про ту самую стилу мышц, которая увеличивает, которая снижается при недостатке витамина D? Это четко действительно профессно и в патофизиологии, и действительно в геронтологии тоже совершенно оправданно. Если вы хотите усилить, пациент чувствует слабость, пациент возрастной, он даже падает, потому что особенно в максимальной группе мышц слабость. Посмотрите, может, у него действительно критический низкий уровень витамина D. А дальше все остальное. Хроническая болезнь почек, мы сегодня об этом говорили. заболевание печени, беременность и лактация, об этом тоже сегодня шла речь, и различные другие редкие заболевания. Здесь не встречаются наши сердечно-сосудистые заболевания. Здесь есть какая-то логика. Здесь есть какая-то логика, что фактически здесь сводится диагностика к тому, где она и должна быть. Это кости, это пара щитовидные железа, это почки. Да, и здесь, Рана, Анастасия Андреевна, вы не прокомментировали, так сказать, часть очень важных моментов, например, прием лекарственных средств. Противосудорожный препарат, пациенты, которые на них находятся. Почему? Потому что противосудорожные препараты запускают катаболизм витамина D в избыточном количестве. Он действительно разрушается. Антиретровирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции, то же самое, межлекарственное взаимодействие. Ну, фактически, не лекарственное, да, витамин D все-таки гормон, но вот такое взаимодействие. Глюкокортикостероиды. Немало пациентов находятся на длительном приеме глюкокортикостероидов, например, при системных заболеваниях. Ну, почему бы и нет. Ну, и противогрибковые средства, которые, конечно, сюда попали, но они все равно применяются достаточно коротким курсом, и поэтому я не знаю, насколько это целесообразно. А вот те данные по беременности, да, вот возможность профилактики благодаря витамину D преждевременных родов, рождению недоношенных, ну, действительно, такие данные есть, мы в это не полезем, потому что, ну, мы не ведем этих пациентов на регулярной основе, но, коль есть, ну, почему на самом деле не озадачится здоровьем беременной женщины в этом плане, и, наверное, витамин D это минимум плохого, что можно ей назначить по сравнению с нашими кардиологическими препаратами, когда мы очень долго задумываемся перед тем, как что-либо сделать. Рекомендации слабой силы, опять, и низкого уровня доказательства. Поступление витамина D с пищей 600 единиц в сутки лицам моложе 70 лет и 800 пациентам старше 70 лет. Слабая сила, низкий уровень, посчитайте, так сказать, да, по тому, что происходит, можно прокалькулировать. Сейчас очень, кстати, много полезных вот таких диетических калькуляторов, вы можете вот просто ввести чуть ли не в том кафе или дома, вот что вы себе конкретно приготовили, или куда вы сходили и поели, и потом вам, так сказать, да, специальный калькулятор подскажет, что вы съели и в каком количестве. Вот считается, что в хорошем смысле слова надо, так сказать, добиваться вот такого, так сказать, момента. Но посмотрите, слабые силы, низкого уровня доказательства, потому что никто не знает, а если меньше и насколько меньше. А что-то будет, как говорят дети, а мне за это что-то будет или мне за это ничего не будет. А вторая история, ну, совершенно понятно, да, что для лечения дефицита витамина D рекомендуется либо холикальциферол, либо кальцифидиол, так сказать, здесь вопросов нет, это то, что мы в реальности имеем, а переходим дальше, наверное, самое интересное, да. Лечебная доза витамина D рассчитывается, исходя из этиологии тяжести, я бы сказал, уклончиво, я не очень понимаю, глядя на это все. Ну вот, посмотрите, люди в рекомендациях прописали, если вы лечите дефицит витамина D, ну, невозможно это делать просто, так сказать, абсолютно ничего не контролируя. Каждые 3-4 месяца надо смотреть 25-ю HD в плазме, если вы достигли цели, надо остановиться, а не продолжать. А дальше раз в полгода смотреть, и если он опять снижается, вот в этих группах риска, вы опять назначаете какую-то курсовую терапию. Мне кажется, вот это более логично, чем такое вот, как у наших, огромного количества наших пациентов, прием год-полтора, и все врачи говорят, да принимайте, принимайте, ну, так сказать, почему? А я вернусь к утверждению Антона Владимировича, с какой целью? Если мы говорим с вами цель остеопороз и защита от патологических переломов у пожилых пациентов, то однозначно одного, витамина D будет недостаточно. Таким пациентам рекомендуется по нашим российским рекомендациям назначение витамина D в сочетании с препаратами кальция. Ну и опять же, роль витамина D, препаратов кальция, как это было сильно популярно, там еще 20 лет назад, в профилактике остеопороза, это, в общем, такая довольно призрачная вещь, потому что, конечно, там, где есть остеопороз, там уже совершенно другие игроки. Да, ну, тем не менее, вот как раз именно БАДы, которые содержат витамин D, влияние на состояние костной ткани, вот здесь хотя бы есть доказанная история, посмотрите, мощная сила, высокий уровень доказанности. У лиц старше 65 лет, да, которые, так сказать, для улучшения состояния костной ткани, уменьшения риска переломов, почему, не просто у которой, можно так сказать, ну, у всех же у них есть, нет, не у всех, мы с вами видели эти самые группы риска. Можно назначать витамин D, посмотрите, какие дозы, не 2 тысячи, не 4 тысячи, не 10 тысяч, не 6, а 800 тысячи. Ну, это действительно совершенно разумные и аккуратные дозы, которые однозначно не приведут к передозировке ни к гипервитаминозу D, ни к гиперкальциемии. 50 лет рекомендация становится слабой силой. Пациентам старше 50 лет рекомендуется сочетать витамин D вместе с препаратами кальция для улучшения состояния костной ткани, уменьшения риска переломов. Но посмотрите, рекомендация слабой силы. То есть мы можем вам посоветовать, но, в принципе, это делать не обязательно. Хотя уровень доказанности испанские коллеги привели достаточно большой. Ну и, наконец, наверное, самое главное. Нет, хотя слабая сила и уверенный уровень доказанности. Чтобы рекомендовать рутинное назначение витамина D пациентам старше 50 лет для улучшения состояния костной ткани. А про моложе 50 лет вообще даже никто не заикается. Про это вообще спору нет. Но мы с вами об этом тоже говорили. Люди часто падают. Например, пожилые люди, вот как раз геронтология и так далее. Да, пациентам с мышечной слабостью, особенно проксимальных мышц, и частыми падениями рекомендуется определение уровня 25 раз. Я думаю, здесь в плане мощной силы рекомендации мы с вами, наверное, возражать и не будем. Ну и, да, пациентам понятно, что с дефицитом витамина D, которые часто падают, рекомендуется терапия, в том числе и биологически активными добавками, содержащими витамин D, чтобы повысить этот самый уровень. Но опять же, рекомендация слабой силы и низкого уровня доказанности. Можно попробовать, как говорят, можно попробовать. И не существует убедительных данных о пользе биологически активных добавок в отношении каких-либо эффектов за пределами костной ткани. А мы начинали сегодняшнее наше мероприятие с промоутной витамина D. Мы вообще не про костереть начинали. Да, вообще-то с промоутной витамина D с точки зрения сердечно-сосудистой системы. Онкология, профилактика онкологии, сердечно-сосудистая система, иммунная система. Потому что вы понимаете, что костная ткань – это очень узкая группа людей, в основном возрастная. И вот, наконец, финал этой статьи, на мой взгляд, самой главной, с этого консенсуса. Прием витамина D для снижения риска развития рака или снижения сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности не рекомендуется. Рекомендация мощной силы. Ну, почти что как бы занавес. Давайте обсудим, коллеги. Да, а поскольку это, насколько я помню, почти что финальный слайд, я предлагаю взять небольшую паузу, пока мы просто обменяемся впечатлениями, для того, чтобы зрители нашей программы могли задать вопросы. Мы постараемся на них ответить, но в силу, конечно, нашей компетентности. Антон Владимирович, будете теперь спрашивать своих пациентов, принимают ли они витамин D? И в какой дозе? И в какой дозе? Мы вас убедили? Обязательно убедили, да. Хорошая, мне кажется, сегодня получилась встреча, потому что, действительно, этот прием витамина D, он какой-то носит, правильно сказали, характер пандемии. И я, конечно, вот в очередной раз, я хочу призвать всех коллег к тому, что называется целеполагание. То есть, прежде чем чего-то надо сделать в плане диагностики, в плане лечения, понять, зачем это нужно, что мы хотим достичь, потому что просто вот некое призрачное регулирование некого уровня, некого беломаркера, конечно, не может быть целью. Ну что же, спасибо большое, нам вывели варианты вопросов. Да, и на какие-то мы, наверное, ответим, а на какие-то не сможем. Итак, нужен ли дополнительный прием витамина D детям на искусственном скармливании, если смесь уже содержит витамин D? Уважаемая Екатерина, мы, наверное, на этот вопрос отвечать не сможем, потому что для этого вам все-таки нужен совет педиатра и даже скорее неонатолога. Мы сегодня говорили в основном о взрослых людях. Мы сейчас не будем на себя натягивать такого одеяла всемирного эксперта, который, так сказать, да, в этой ситуации представляет интересы вообще всех, кого только можно. Следующий вопрос, кому может быть показан анализ на 25 ОАЖД? Давайте еще раз просто повторим, наверное, этот вопрос был задан до того, когда мы это огласили. Еще раз обобщим. Давайте фокусные группы сразу определим. Это пациенты с остеопорозом, пациенты с падениями и патологическими переломами. Это пациенты, принимающие препараты, ассоциированные с, соответственно, с нарушением минерализации костного скелета. Это пациенты с ревматологическими заболеваниями. Это пациенты на антиретровирусной терапии с ВИЧ-инфекцией. Это пациенты с саркоидозом, с разными гранулематозными процессами и некоторыми видами лимфом. То есть, да, при определенных видах онкологии это тоже может быть. А, и пациенты с хронической болезнью почек, о чем мы сегодня уже тоже говорили. Вопрос от Ирины. Является ли нормой высокий парад гормон при нормальном активном витамине D? Вот это, кстати... Да, я бы здесь, наверное, тоже включил бы внутреннего профессора Фадеева, который бы, наверное, в этой ситуации сказал, что надо понимать, зачем вы смотрели парад гормон. Дело в том, что парад гормон – это показатель, который требует достаточно сложного преаналитического этапа. Вообще, гормональное исследование – это штука довольно непростая. Вот к ним нельзя относиться как к биохимическому анализу крови, который мы вот раскрыли. Давайте посмотрим на всякий случай. То есть вопрос, зачем вы его смотрели? В общем-то, показания к определению парад гормона – это, прежде всего, отклонение показателей кальция и фосфора. Если кальция и фосфор в норме, то смотреть парад гормон... Кстати говоря, вот та самая история с нашей пациенткой, у которой был высокий парад гормон, ее уровень витамина D был не то, что в норме, он уже был даже повышен. То есть не исключено, что в этой ситуации мы с вами можем выйти на самом деле, либо на гипердиагностику гиперпаратириоза, либо мы можем выйти на побочный эффект. Они тоже описаны при избыточном поступлении витамина D в организм. Соответственно, в этой ситуации отмена витамина D... Привела к нормализации уровня парад гормона. У нашей пациентки привела к нормализации уровня парад гормона. Опять же, вот при нормальном активном витамине D, это уже вот с чего мы начинали, что витамин D, определение стероидных гормонов – это ту штуку не очень простая. Поэтому прежде всего, вот это общее правило вообще в эндокринологии. Ну, наверное, что не касается уровня определения ТТГ. Вот ТТГ можете смотреть всегда везде, всем, и уже вот, да, делайте. Да, и всем пациентам с тахикардии, чтобы любимые пациенты антоплоденческой с тахикардии не получали бы это блокадер. Все остальные гормоны, прежде чем делать анализ, попытайтесь ответить себе на вопрос, зачем я это сделал, что я хочу получить, что я буду делать в случае, если этот анализ будет изменен. Ну, в каких случаях нужно оценивать уровень метаболита витамина D, Людмила? Мы уже ответили на этот вопрос только что. Давайте посмотрим, что у нас есть еще из вопросов. Да, ну, на самом деле, да, либо нас отключили враги, да, либо вопросов больше не осталось, потому что как раз вот где-то примерно начиная с этого времени, когда вопросы прервались, мы начали просто давать экспертные консенсусные ответы, поддержав мнение наших испанских коллег, которые, ну, не знаю, вам понравился вот этот испанский консенсус? Понравился, конечно, но он сделан людьми, которые понимают, что они хотят. Причем очень аккуратно, там везде, вы знаете, мы вот предлагаем, вы здесь, знаете, сила доказательности малая, но, может быть, это имеет смысл, там вот очень аккуратные такие консенсусы. То есть это консенсус, который сделан группой по изучению остеопороза, прежде всего. Поэтому, конечно, там был фокус на кости, собственно, там, где это все и должно быть. Да. Но при этом группа по изучению остеопороза совершенно честно не сказала, а это не наше дело, пусть пишут отдельно, там, кардиологи, онкологи и так далее. Они действительно проанализировали массу литературы и действительно сделали соответствующий анализ в этом отношении, которое необходимо сделать. Да, вот здесь как раз, Ирина, да, спасибо. Я говорю, наверное, враги обрубили интернет, вот теперь интернет восстановлено. Теперь понятно, теперь понятно. На самом деле вопросов было. Вопросы были. Доказаны ли плеотропные эффекты витамина D? Уважаемые коллеги, мы, по-моему, сегодня показали, а не доказаны даже просто обычные эффекты витамина D за пределами костной ткани, о чем написан консенсус. Плеотропные эффекты красиво нарисованы, так сказать, да, но, тем не менее, не доказаны. Пограничные значения, как мы относимся к пограничным значениям 25 ОХД? Мы уже сегодня говорили о том, а что такое пограничные, пограничные, да, и где они проходят. Мне кажется, относится с грустью, как к потраченным 300 тысячам рублей. Ну там не 300 тысяч, нет, 300 тысячам. 300 тысячам, Антон Владимирович, 300 тысяч, это уже весь курс там, да. А вы знаете свой 25 ОХД? Нет, нет, и знать не хочу. А он не входит в группу риск, зачем ему? Честно, и знать не хочу. А что должен знать каждый уважающий себя, человек старше 40 лет? Уж точно не уровень 25 ОХД. Уровень артериального давления, уровень глюкозы или гликированного гемоглобина, и уровень холестерина. Знаете ли вы свои показатели? Да. Настоящий эксперт. Уважаемые коллеги, на самом деле, вот действительно, я согласен, есть смысл послушать и почитать вообще самостоятельно. Если вот вы впервые вдруг озадачились теми вопросами, которыми были какое-то время назад озадачены мы, то постарайтесь просто вот не верить сходу всем тем таким информационным вбросам, которые могут прилететь к вам от пациентов, от знакомых, от вот таких очень-очень авторитетных врачей, но которые не являются экспертами в этом направлении. Типа, я принимаю, значит, и ты тоже должен принимать. Давайте на клиническую ситуацию посмотрим. Пациентка с сахарным диабетом, атеросклерозом и уровнем 25 ОХД, 17,4. Кстати говоря, если не верить профессору Холику, то это нормальный уровень. Нет, это не нормальный, это, так сказать, дефицит, но не сильный. Ну, не сильный, да. Как раз, если вы помните, там как раз в ряде исследований по кардиологии было разделение. Вот 17,5, это как раз была вот эта пограничная зона, которая использовалась в этом отношении. Вы знаете, мы, Татьяна, глубоко уважаемая Татьяна, мы не можем подсказать вам дозировку витамина D, потому что ни наличие сахарного диабета, ни наличие атеросклероза не вносит вашу уважаемую пациентку в группу риска, которой требуется назначение биологически активных добавок либо лекарственных форм витамина D. Может быть, мы говорим сейчас какую-то страшную, так сказать, крамолу для вас, но я, честно говоря, не вижу повода. Я бы в этой ситуации, наверное, обсуждал бы проведение денситометрии, потому что, наверное, эта костменопаузальная пациентка с диабетом, с атеросклерозом, наверное, она имеет остеопороз или остеопению, и тогда, во всяком случае, будут понятны конечные точки. Посмотрим мы денситометрию, оценим мы наличие остеопороза или остеопении, и разработаем стратегию лечения остеопороза и остеопении, которая не ограничивается назначением витамина D. Это сплошь и рядом специфические препараты, антирезорктивные, антиостеопоретические, где витамин D с кальцием будут просто добавки. Вот, наверное, в таком ключе этот вопрос имеет смысл. Мне кажется, следующий вопрос очень важный. От Альбины. В каких случаях нужно оценивать уровень кальция при оценке уровня активного витамина D? На самом деле мы нашим пациентам, которые бесконтрольно принимают витамин D, в настоящее время в первую очередь рекомендуем проконтролировать уровень кальция, а не уровень 25 у HD. А я бы еще подключил сюда пациентов с хронической болезнью почек. Возьмите калькулятор, посмотрите у своих пациентов креатинин, подставьте формулу. Очень все просто, быстренько считается за несколько секунд. Если у пациента скорость клубочковой фильтрации меньше 60, он принимает витамин D, ему однозначно нужно смотреть не только кальций, но, как говорят наши коллеги-нефрологи, еще и фосфор. И вот если какие-то показатели находятся на грани, или даже вышли за пределы, на самом деле здесь уже будет повод для того, чтобы обратиться не к эндокринологу, а к нефрологу. Наши коллеги-нефрологи прямо так и говорят. Вы знаете, попытка заниматься, вы считаете, что вы лечите абсолютно здоровых людей, но как только у пациента нарушается функция почек, вот в эти игры играть, особенно тем, кто не особенно в этом разбирается, может быть чревато. Вот у нашей пациентки, которая действительно пострадала, почему? Потому что она принимала витамин D в огромных дозах, и это была не просто здоровая пациентка с гипертонией, у нее исходно была сниженная функция почек, меньше 60. И в результате, вот, к сожалению, она была доведена до такой вот псевдорезистентной гипертензии и таких тяжелых симптомов, и гиперкальциемия. Собственно, гиперкальциемия нам сразу дала ответ на вопрос, на что происходит с нашими пациентами. Вот, кстати, вот еще вопрос про уровень кальция, в каких ситуациях нужно оценивать уровень кальция. Я еще вспомнил про времена, когда мы начинали работать, когда определение кальция входило в стандарты диагностики при артериальной гипертензии. И, в общем, в этом был определенный смысл, потому что это позволяло достаточно дешево, у кальция дешевый анализ, в отличие от витамина D, скринировать первичный гиперпартириоз, который, вот, как я сейчас понимаю, я, например, часто, я честно скажу, что, скорее всего, я его часто зеваю. Потому что приходят пациенты с установленным диагнозом, вот, вчера была пациентка у меня, аспаротиромой доказанной, и там мы обсуждали, надо оперировать, не надо, давление. Я понимаю, что если бы она ко мне пришла вот без этих данных, ну, я бы никогда это не заподозрил. А как раз скрининг по кальцию позволяет не пропустить паротирому, а это, в общем, нередкое заболевание. У меня тоже несколько лет назад была такая пациентка, молодая, совершенно, с непонятной гипертонией, у которой вот возникла из ниоткуда, и только то, что она пришла, просто вот ей, видимо, посадили, а ты сделай вообще все, что только можно сделать в лаборатории. Там был высокий уровень кальция, причем я, ну, специально для профессора было выделено жирным, да, чтобы я не прошел мимо, я в него уперся. Ну, и, соответственно, дальше, действительно, она отправилась к эндокринологам, потом просто отзвонила, сказала, спасибо большое, мне действительно, вот, сказали, что вы теперь пришли по адресу, а так бы мы там лечили ее, подбирали там ей, что там ей лучше, ингибиторы, сортаны, либо антагонисты кальция. Ну, что же, уважаемые коллеги, спасибо, мы надеялись, да, национально ли принимать витамин Д профилактически, мы сегодня постарались сказать, что просто профилактические приемы добавок и лечебных доз витамина Д не нужны. Если вы хотите посчитать, достаточно ли в сутки вы принимаете витамин Д с пищей, пожалуйста, калькулируйте, и, кстати говоря, в том же консенсусе, который мы сегодня демонстрировали, там в целом 400-600, кому-то 800, в зависимости от возраста, чем возраст старше, соответственно, немножко больше, но не витамин Д. Расскажите, как приручить дракона 24-го года? Как приручить дракона? Кто бы его знал, дорогие коллеги? Ну, я, естественно, желаю, чтобы вы не знали про свой уровень 25-гидроксивитамина Д. Чтобы спокойно спать. Да, не знали, сколько витамина Д вы принимаете с пищей, потому что многие знания порождают многие скорби, а скорби в нашей жизни в последнее время чего-то и так хватает. А вот какой же совет такой тогда правильный и хороший, комфортный в нашей жизни? А что же тогда делать надо? Помните, книга замечательная была о Гаргантюа и Пантагрюэль? Вот, я ее очень любил, я помню, несмотря на то, что, наверное, сейчас бы ей там присвоили 18+, вот, я ее читал, мне кажется, лет было 12. Там долгая история, как персонажи отправились к оракулу божественной бутылки Бакбук, вот, они хотели у нее спросить, вот, все, что можно. И оракул божественной бутылки Бакбук сказал «тринк». Ну, конечно, это шутка, я думаю, что дринка слишком много и слишком часто, может быть, это и неправильно, но мы сегодня тоже постарались максимально додести информацию о том, я даже не думаю, что определение 25-HD можно назвать реально биохакингом, но это все-таки медицинское исследование, есть все-таки данные по поводу того, что это кому-то нужно делать и так далее, мы сегодня там не про цинк и не про селен в крови говорили, ну, на самом деле, пациентов, которые, и здоровых людей, которые определяют у себя этот гормон, довольно много. Я предлагаю, на самом деле, нам в 2024 году заняться поиском истины. Истины внутри себя, истины вокруг себя. Ирина Веретес, Дмитрий Александрович. Ровно то же самое сказал, что Дмитрий Славович, но истина в вине. Не, да, Ирина Веретес, ну что же делать, поиск истины. Я все время тоже призываю, я думаю, так сказать, начиная от молодых студентов ВУЗа, нас уже, даже состоявшихся врачей, которые работают не один год, если у вас есть какой-то вопрос, понимаете, мы все проводим огромное количество лекций, я не к тому, что мы можем там заговариваться, что-то ошибаться, но и это мы на самом деле можем. Но даже если будем считать, да, что мы не можем заговариваться, не можем ошибаться, и все то, что произносит человек, который сидит перед экраном камеры на вебинаре или выступает очно перед аудиторией, правда, то вы уверены, что это так? Возьмите и посмотрите, а странная какая-то информация была предоставлена мне вчера на лекции там по, и дальше поставим многоточие. Дай-ка я перепроверю, а кто-нибудь еще про это что-то написал, а где-то еще про это написано. И вот такие вопросы, казалось бы, банальные, вот даже, которые Владимир Владимирович рассказывал, примеры, когда ты коллегам задаешь вопрос, а зачем? А как, ну все же так делают? Мы с вами не можем говорить по поводу того, что ну все же так делают и делать так же, как и все. Ну а я еще от себя хочу добавить, что, уважаемые коллеги, не существует в нашем мире священного грааля вечной молодости и вечного здоровья. И в поисках того самого молодильного яблока или той самой молодильной воды мы зачастую подвергаем себя риску и риску подвергаем свое здоровье, подвергаем риску здоровья своих близких. Поэтому мне кажется, очень важно в новом году отбросить все лишнее и просто наслаждаться теми мгновениями, той жизнью, которая у вас есть, и, глядя на себя в зеркало, радоваться тому, какие мы есть сейчас. А еще, так сказать, да, бороться с мышечной силой, чтобы завершить, можно же не только с помощью витамина D, а, например, как Антон Владимирович, так сказать, регулярно отправляя себя в какие-нибудь дальние-дальние походы, в том числе пешие, где надо много-много ходить, в том числе и по пересеченной местности. Или, как мы с Анастасией Андреевной, любители ракеток для настольного и для большого тенниса, двигаться, уважаемые коллеги, наша жизнь, это движение, и мы живем, пока мы движемся. Не надо думать о том, что мы сядем на диване, ничего не будем делать, будем глотать добавки или какие-нибудь... И даже на Карибских островах, про которые говорил Антон Владимирович... Люди умирают от инфаркта и инсульта. Залог здоровья и силы – это плавание, а не нахождение на пляже с бокалом крепкого алкоголя. Смотри, кстати, мы допили, а она нет. Ну что же, коллеги, спасибо вам огромное, спасибо за вашу оценку нашего эфира и до новых встреч в программе «О чем молчат рекомендации». Мы сегодня не молчали, нас было очень сложно остановить и заткнуть. И надеюсь, это не удалось тем, кто был против выхода этой программы в эфир. Всего доброго. До свидания.